Всем добрый день. Начинаем наше сегодняшнее мероприятие, организованное Квалификационным Центром Прим. Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Обучающее мероприятие. Тема у нас сегодня – порядок подготовки заявок на энергоэффективный капитальный ремонт. Уважаемые друзья, как вы все знаете, что уже три года владельцы спецсчетов, а сейчас у нас с учетом изменений законодательства и подпадает кто размещен в котле, мы можем проводить энергоэффективный капитальный ремонт и получать первое – это экономию коммунальных ресурсов. Как мы все понимаем, это у нас основная статья расходов по платежным документам. И второе – мы можем получить возмещение с фонда содействия реформирования ЖКХ. Напрямую возвращается денежные средства на дом. В принципе, процедура нам уже достаточно понятно и известная. Четыре многоквартирных дома у нас уже фактически получили возмещение в 2019 году. К сожалению, в 2020 году мы все знаем, какая ситуация была сложная, и у нас дома в заявку не попали. В 2021 году, докладываю о том, что у нас сейчас уже шесть многоквартирных домов получили подтверждение в фонде с конкретной суммой возмещения. Документы, заявка готовится. Находится она у нас сейчас в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Я уверен, что в ближайшие дни она уйдет на подпись губернатору и дальше фонд содействия реформирования ЖКХ, чтобы денежные средства, которые зафиксированы в виде возмещения, вернулись после проведения работ по капитальному ремонту. Основные, скажем так, моменты, на которые стоит обратить внимание. Да, действительно, одним сейчас из самых проходных видов работ по капитальному ремонту, которым подтверждается энергоэффективность свыше 10%, это работы характера замены инженерных систем. Они однозначно проходят, получают экономию. Мы получаем экономию коммунальных ресурсов, в принципе, в своих платежных документах. Два раза мы получаем себе дополнительные, скажем так, бонусы для того, чтобы нам стало более комфортно и более качественно проживать. О том, что более комфортно и более качественно проживать после энергоэффективного капитального ремонта, то здесь, в принципе, вопросов не возникает. Когда ставится погодное регулирование, то регулирование происходит в соответствии с внешней температурой. В доме всегда постоянно поддерживается определенная температура, в которой комфортно проживать. Есть сложности, бывает, с настройкой оборудования, но это все решаемо в процессе работ совместно с управляющей компанией, либо с товариществом собственников жилья в зависимости, какой способ управления у вас выбран. Коллеги, очень внимательно прошу отнестись к данному мероприятию. Оно направлено не только для жителей, она также и для органов местного самоуправления. У нас сейчас активно, действительно, Тольятти подключилась к этому вопросу, Самара и город Новокуйбышевск. Другие муниципалитеты, пока я понимаю, что там, конечно, фонда меньше, который может подойти под энергоэффективность, но все-таки там есть объекты, который можно выбрать. Порядок. Далее мы в процессе сегодняшнего мероприятия мы вам озвучим, как нужно действовать изначально, как к этому вопросу подойти правильно, чтобы, ну, скажем так, не терять лишнее время, не отрываться там от основной работы. Но, действительно, у нас муниципалитеты подключены к этой работе, потому что заявки все-таки проходят через муниципалитет. Я думаю, что эта работа станет с каждым годом все более массовой. Сейчас программа, у нас распространяется до 2025 года, но по, скажем так, инсайдерской информации уже идут разговоры о том, чтобы данную программу сделать бессрочной. Поэтому, коллеги, нам очень важно, чтобы на территорию Самарской области было привлечено больше федеральных денег. Здесь не затрагиваются бюджеты ни органов местного самоуправления, ни бюджет областной. Это чисто федеральные бюджетные деньги. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки у нас на территории Самарской области были привлечены деньги в большем количестве. Для примера, последние шесть многоквартирных домов, которые прошли проверку фонда, которые дали утвердительное заключение. В конечном итоге, если не ошибаюсь, у нас дается экономия порядка 16 миллионов. 16 миллионов вернется на счет дома после проведения энергоэффективного капитального ремонта, который можно в дальнейшем потратить также на виды работ по капитальному ремонту. Но, конечно же, лучше их сделать энергоэффективными. И у нас уже многие сейчас объекты подразумевают комплекс энергоэффективных мероприятий, пока действует эта программа. Мы с вами проходили программы фонда содействия реформирования ЖКХ по 185 ФЗ. К сожалению, не сразу же мы к этой программе отнеслись внимательно. Немного домов в свое время пошли на это. Что в итоге? В итоге, когда уже многие дома захотели попасть в эту заявку, условия изменились, условия стали более серьезными и уже проходимость стала менее. Нужно нам быстрее вливаться в эту программу для того, чтобы быстрее получить денежные средства на территорию Самарской области. В продолжение разговора хочу передать слово эксперту фонда содействия реформирования ЖКХ, эксперт по энергоэффективности, который помогает товариству собственников жилья, управляющим компаниям, в зависимости, где открыт специальный счет, либо люди только задумались проводить энергоэффективный капитальный ремонт, проводят прогнозные расчеты, которые тоже позволяют понять, проходит ли многоквартирный дом в данную программу. Хочу передать слово Костюнину Александру Петровичу, эксперту фонда содействия реформирования ЖКХ, который как раз расскажет о порядке подготовки заявок на энергоэффективный капитальный ремонт. Мы с вами понимаем, что такая программа действует, программа реализуется на территории Самарской области, но есть вопросы, которые именно детального характера, на которые стоит обратить внимание. Александр Петрович, прошу на связь, я отключаюсь. Так, слышно меня всем? У меня все включено. Всем доброго дня. Давайте, наверное, поподробнее. Я расскажу о самой процедуре подачи заявки и о том, звук пропал. Слышно сейчас? Слышно, слышно. Значит, для того, чтобы участвовать в этой программе, нужно понять, подходит ли конкретный многоквартирный дом или группа живых домов для участия в этой программе, скажем так. Какие моменты очень важны, на что нужно обратить внимание, прежде чем, скажем так, готовить обращение и участвовать в программе? Первое – это многоквартирного дома должен быть специальный счет. Это для накопления средств на капитальный ремонт. На данный момент, где находится этот специальный счет, в принципе, неважно. Да, то есть, либо он находится у регионального оператора, либо на ТСЖ, управляющей компании. Вот, главное, чтобы он был. Почему? Потому что по программе возмещение затрат на энергоэффективный капитальный ремонт осуществляется именно перечислением на специальный счет. Вот. Значит, на доме есть специальный счет. Второе. Сама программа энергоэффективного капитального ремонта, она рассчитана на то, что… Ну, на достижение фактической экономии. На потребление конкретных трех коммунальных ресурсов. Это тепловая энергия на отопление, тепловая энергия на ГВС и электроэнергия на общедомовые нужды. Сразу обращаю внимание, все виды этой энергии, либо, ну, они берутся к расчету только в том случае, если они получаются извне. Да? То есть, электроэнергия заходит в дом там от ближайшей подстанции. Соответственно, тепловая энергия на отопление идет от ближайшей котельной. По ГВСу это не обязательно, то есть ГВС может быть децентрализованная, ну, соответственно, там колонки водонагревательные стоят в квартирах. В этом случае оно просто не берется в расчеты и оценивается уже по двум ресурсам. Это отопление, электроэнергия на общедомовые нужды. Вот. Значит, на доме обязательно должны стоять общедомовые приборы учета. Они должны работать не менее года. Показания по этим общедомовым приборам учета, именно по тем, которые оценивают эти три ресурса, должны приниматься ресурсы снабжающими организациями, приборы должны быть поверены. Что касается приборов учета тепла, нештатная работа этих приборов в течение года, который будет браться в качестве исходного отчетного периода для проведения расчетов, не должна превышать 15 суток. То есть, если в тепловых отчетах смотреть, там есть две колонки – штатная и нештатная работа приборов учета. Соответственно, вот как раз нештатное время работы, оно должно быть не более 15 суток за год, совокупно. Далее. Соответственно, приборы учета исправны. Также допускается плановое отключение горячего водоснабжения в неотопительный период не более 14 суток. Соответственно, если меньше, да, все нормально, все хорошо. Вот. Значит, на доме есть спецсчет, подытоживаем. Есть общедомовые приборы учета, они более года работают, исправно подают показания. Далее. Необходимо, скажем так, изучить те сами мероприятия, да, которые проводятся в рамках этой программы. Их 23, они четко зафиксированы. Эти 23 мероприятия энергоэффективных, они утверждены Минстроем Российской Федерации в рамках этого 18-го постановления. Они, в принципе, описаны в методичках, которые мы активно раздавали. И по запросу, в принципе, в квалификационный центр можете обращаться, либо обращаться напрямую ко мне. Соответственно, данную информацию именно по перечине этих мероприятий я предоставлю. Для чего эти мероприятия нужны? Вы должны оценить, проводили ли вы какие-либо из этих энергоэффективных мероприятий ранее. Для чего это нужно? То есть расчеты проводятся, берется отчетный период год по показаниям общедомовых приборов учета, но давность этих отчетов, то есть эти отчеты должны быть не старше трех лет. Ну, живой пример. Год назад вы поставили узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием. Это энергоэффективное мероприятие, которое в значительной степени влияет на экономию потребления коммунальных ресурсов, в частности, тепловой энергии. Если учесть, что тепловая энергия на отоплении ГВС занимает порядка 90% всех расходов, связанных с оплатой коммуналки, то, соответственно, эта экономия является существенной. Как правило, это люди сразу чувствуют в оплате в квитанциях, несмотря даже на повышение тарифов. Кроме экономии на коммунальных ресурсах, которые вы получаете, соответственно, вот этот процент экономии, вот это мероприятие, скажем так, которое вы уже провели, его тоже можно включить в расчеты, и в этом случае отчетный период будет браться до первого энергоэффективного мероприятия. Соответственно, если вы, к примеру, осенью в сентябре 2020 года поставили этот узел, смонтировали с погодозависимым регулированием, то отчетный период должен браться, так, он берется у нас тогда с августа 2019 по сентябрь 2020 года. И уже на основании этого периода будут проводиться все расчеты. Значит, следующий момент очень важный. Согласно 18-го постановления, там есть очень много нюансов. Поэтому, скажем так, были серьезные ошибки, да, когда на первоначальном этапе, в 19-м году, там подавалось порядка 30 ТСЖ, и из них в программу попали только четыре. Почему это произошло? Потому что вот кроме тех моментов, которые я ранее озвучил, есть еще ряд тонкостей, определенных этим 18-м постановлением, которые, если рассказывать, ну, наверное, времени не хватит. И поэтому, для того, чтобы понять, сможете ли вы участвовать в программе, вам необходимо обратиться в квалификационный центр ЖКХ энергетики. Соответственно, вы получите два документа для заполнения. Это опросный лист и анкету. Вы их заполняете. К анкете вы прикладываете тепловые отчеты по месячной, с посуточными показаниями за тот отчетный период, год, который вы туда внесли в анкету. И эти документы надо направить в квалификационный центр для того, чтобы можно было провести экспресс-оценку потенциала экономии на конкретном многоквартирном доме. Именно после проведения экспресс-оценки, проверки текловых отчетов, мы вам с высокой степенью точности сможем сказать, сможете ли вы участвовать в этой программе или нет. И какова вероятность того, что вы вообще получите это возмещение. После того, как, соответственно, проведено анкетирование, проведена экспресс-оценка, вы получили заключение. Если заключение положительное, значит дом может участвовать в программе. Далее у вас есть два выхода, скажем так. Первое – это зайти на сайт фонда содействия реформированию ЖКХ в раздел «Энергоэффективный капитальный ремонт» и скачать оттуда помощник ИКР, это программный комплекс. Провести обследование на доме, собрать все данные, занести их в помощник, спланировать энергоэффективные мероприятия, согласовать эти расчеты с фондом и уже вместе с согласованными расчетами обратиться к нам для того, чтобы мы запустили процедуру подачи заявок. Если у вас с проведением расчетов возникают какие-то трудности, ради бога, не стесняйтесь, можете обращаться ко мне, обращаться к Игорю Анатольевичу, мы два действующих эксперта здесь в области. Соответственно, мы вам окажем помощь в проведении расчетов. И мы не просто помощь окажем в проведении расчетов, мы эти расчеты можем провести и согласовать их с фондом содействию и реформированию ЖКХ. Могу сказать точно, по практике, сейчас мы считаем порядка 30 домов, как правило, на проведение, на согласование расчета в среднем уходит около двух месяцев. Если вы посмотрите на помощника ИКР, то вы поймите, что там вносится просто колоссальное количество данных, многие вещи приходится перепроверять по несколько раз. Поэтому, скажем так, если у вас нет желания этим непосредственно заниматься в программе, поучаствовать хотите, милости просим, мы с удовольствием вам поможем. После того, как расчеты будут проведены и согласованы с фондом, результатом этого будет получение от сотрудников фонда содействия и реформирования ЖКХ электронного письма с прикрепленным файлом с правильными расчетами. И с четко написанной фразой замечаний к расчетам нет. Это очень важно. Потому что у нас уже были по городу Самара случаи, когда люди заполнили помощника ИКР, отправили его на согласование в фонд, получили лист замечаний, потом позвонили в квалификационный центр и говорят, что они хотят подать заявку. Если замечания по расчетам не отработаны, расчеты с фондом не согласованы, смысла подавать заявку нет. Тем более нужно учитывать, я сейчас на этом более подробно остановлюсь, то, что сама процедура подачи заявки непростая. В ней, скажем так, она проходит как минимум три серьезных этапа и масса предварительных сопутствующих мероприятий для того, чтобы эта заявка попала в фонд. и была подписана. Заявки все подаются от имени региона, то есть у фонда содействия реформирования ЖКХ есть прямой договор по этой программе с регионом. И они идут за подписью главы региона. Соответственно, нести на подпись главе региона заявку, которая заведомо не согласована, ну, не знаю, мы на такие риски не готовы идти. Поэтому на каждом этапе мы активно непосредственно с фондом взаимодействуем, находимся с ними на прямой связи. И они, в принципе, активно в этом помогают. Теперь о самом главном, наверное, мы, вот как Игорь Анатольевич уже сказал, сейчас прошли процедуру подготовки и оформлению уже непосредственно заявки по тем согласованным расчетам, которые есть. Сейчас я вкратце остановлюсь, что должно произойти для того, чтобы заявка была подана. Кроме того, что у вас появились согласованные с фондом расчеты, в обязательном порядке общим собранием собственников многоквартирных домов должно быть принято решение о проведении энергоэффективного капитального ремонта. Это решение в виде протокола собрания должно быть предоставлено нам. Соответственно, решение должно быть положительным. В идеале неплохо было бы, чтобы уже был заключен договор с подрядной организацией, была известна точная смертная стоимость работы. Соответственно, после того, как расчеты проведены, по расчетам сразу будет видно, может дом участвовать в программе или нет, насколько удачно он может участвовать в этой программе, то есть какой прогнозный процент экономии будет на доме расчетной и какая экономия планируется в рублях по потреблению коммунальных ресурсов. Соответственно, именно этих два показателя, они уже известны, и именно они выносятся на собрание. И, собственно, на основании этих показателей принимают решение, участвуют в программе или нет. После того, как появляется протокол собрания, после этого готовится пакет документов. Пакет документов готовится от инициатора проведения энергоэффективного капитального ремонта и от инициатора участников программы, то есть от владельца специального счета. Если счет находится у регионального оператора, то, скорее всего, этим инициатором будет выступать совет дома, либо ТСЖ, либо они это могут диригировать управляющие компании. Ну и, соответственно, остальные владельцы спецсетов, это управляющие компании ТСЖ, сами могут являться данными инициаторами. Значит, в каком виде и какой объем документов подается? Значит, документы подаются в квалификационный центр ЖКХ энергетики. Ну, они непосредственно ко мне поступают. Значит, этот пакет документов готовится, мы его готовим на основании методики подачи заявки, которая утверждена как раз этим 18-м постановлением правительства от 17 января 2017 года. Готовится сама заявка, готовится согласно методике приложение к ней. И заявка и приложение подписываются первым лицом либо владельца спецсчета, либо советом многоквартирного дома. Далее к этой заявке идет пакет приложений. Это очень важный серьезный пакет документов, там порядка стали стоп. Это те данные, ну, подтверждение достоверности тех данных, которые заносится в помощник ЭКР для расчетов. Это, соответственно, тепловые отчеты, это показания общедомовых приборов в счет по электроэнергии, как она расходуется на ОДН. Вот. Также там прикрепляется технический паспорт, ну, и ряд других документов, да, если вы дойдете до этого этапа, мы вам все подробно расскажем, я думаю, сейчас на этом пока останавливаться не стоит. Вот. И весь этот пакет документов в виде заявки оформляется на главу муниципального образования. Соответственно, во всех регионах это глава муниципалитетов, по городу Самара, это идет на имя глава администрации района. Того или иного района, в котором многоквартирный дом находится. Вот. Эта заявка подписывается, подписываются документы, которые оформляются для проведения расчетов, для подтверждения данных по расчетам. Если предоставляются копии документов, соответственно, эти копии заверяются. Вот. И весь этот пакет документов направляется в муниципалитет. Как правило, он идет в профильный отдел или в департамент. Вот. Там эти документы принимаются, на них ставится входящий, на заявке ставится входящий номер. Вот. И после этого весь пакет подтверждающих документов для расчетов остается именно в муниципалитетах. он нужен для того, чтобы в случае, если будет идти проверка со стороны фонда, инициировано, да, и они захотят узнать, какая же фактическая экономика все-таки в результате получилась после проведения энергоэффективных мероприятий, да, то будет уже готов пакет документов, который подтверждает, что эти данные внесены правильно, и там достоверная информация находится. вот. Далее муниципалитеты в принципе зеркальную заявку, да, аналогичную, готовят в Министерство ЖКХ энергетики Самарской области, на имя министра. Вот. Также желательно прикрепить к этому делу сопроводительное письмо, в котором вы укажете, что документы по заявке вы приняли от заказчика, да, к ССЖ, управляющей компанией Совета многоквартирного дома. И то, что они предоставили вам весь пакет подтверждающих документов о том, что расчет, данные в расчеты внесены верно. Вот. Данный документ попадает в Министерство, там собирается консолидированная группа заявок, после чего оформляется, а, после этого все дома, которые участвуют, ну, которые планируют участвовать в программе, их данные заносятся, нами, сотрудники инфекционного центра, заносятся в информационную систему АИС реформы ЖКХ, это сайт реформы ЖКХ, соответственно, там, в рабочей области заносится заявка по каждому, делается, делается заявка по каждому квартирному дому, расчеты с помощникой КР переносится туда, далее, эта заявка в электронном виде в обязательном порядке предварительно согласовывается с фондом содействия реформирования ЖКХ, устраняются все ошибки, вот, и после этого, в принципе, в бумажном виде готовится официальная заявка за подписью главы региона со всеми соответствующими приложениями согласно методике, для того, чтобы подать ее в фонд. Эта же заявка, она в бумажном варианте, опять же, обязательно согласовывается с сотрудниками фонда содействия реформирования ЖКХ с их юридическим экономическим отделом, с теми, кто проверял расчеты, вот, и получив от них подтверждение, после этого приложение к заявке подписывает уполномоченное лицо, у нас это министр ЖКХ энергетики Самарской области, и сама заявка идет на подпись губернатора. На данный момент у нас подготовлена заявка по шестим многоквартирным домам, общая сумма возмещения, как уже ранее говорилось, это почти 16 миллионов рублей, сейчас уже на уровне муниципалитетов, где-то должны поступить муниципалитеты, где-то уже в министерство, ушла еще заявка по четырем многоквартирным домам, там сумма немножко поменьше прогнозируется, где-то порядка 5 миллионов, потому как там и дома поменьше, и состав работ тоже, скажем так, немножко меньше их приведено, на ряде домов просто до этого, скажем так, с показателями по потреблению ресурсов было все нормально, вот, и эти четыре дома сейчас заносятся как раз, вернее, занесены в АИС реформы ЖКХ и в ближайшее время будут отправлены на согласование фонда, на правильность оформления именно в электронном виде, вот, после того, как заявка в электронном виде ее фонд увидел в АИС реформы ЖКХ, после того, как официально подписанная главой региона заявка поступила в фонд, у них раз в неделю собирается специальная комиссия, которая рассматривает заявки, которые идут со всех регионов, соответственно, раз в неделю они эту заявку рассматривают и делают по ней заключение, то есть подписывают либо нет, после того, как эта заявка подписана за конкретно многоквартирным домом, это очень важный момент, его, ну, желательно будет запомнить, после этого за конкретно многоквартирным домом закрепляется та сумма, которую они, по идее, должны получить, то есть подписанная заявка, она говорит о том, что, ну, все хорошо, в эту субсидию можете получить не субсидию, а возмещение, но, что вы должны сделать, вы должны провести работу и сдать исполнительную документацию в фонд, о том, что эти работы проведены в действительности, вот, соответственно, те изменения в постановлении 18, да, которые были унесены постановлением правительства 22.02 в декабре прошлого года, они теперь позволяют, и это, кстати, очень удобно, да, подавать заявку, к примеру, вот вы провели расчет и подали заявку, работы вы теперь можете выполнять, раньше нужно было прям этим же годом сделать работу и до 31 декабря сдать документы в фонд, для того, чтобы на следующий год получить размещение. Сейчас, и это прописано, в принципе, в договоре между регионом и фондом, работы нужно выполнить до 31 декабря года, следующего за годом подачи заявок. Это большой плюс и подспорье в каком плане, в том, что не надо привязываться к сезону или к какому-то ограниченному промежутку времени за год, да, то есть вы вполне можете сейчас проводить спокойно расчеты, спокойно до начала следующего отопительного сезона согласовать, провести подготовительные работы, провести собрание, провести подготовительные работы, для того, чтобы быстро, качественно выполнить эти энергоэффективные мероприятия в следующем году, как правило, их нужно проводить в неотопительный сезон, да, вы проведете все подготовительные работы в неотопительный сезон, спокойно проведете эти мероприятия и в принципе в этом же 22 году сможете получить возмещение то есть сроки получения возмещения и скажем так пост после того как работа выполнена незначительно сокращаются вот как таким образом значит если говорить по срокам именно перевить переведение денег да она специальный счет то непосредственно фонда для того чтобы перечислить деньги а перечисления возмещение будет идти годом следующим за поступлением запуску за получением заявки в этом году мы подаем заявку заявка подписывается и соответственно с 1 января уже 22 года запускается процедура перечисления денег фонду по их словам да по той информации которая у нас на данный момент имеется нужно где-то в среднем 2-3 месяца для того чтобы деньги попали в казначейство региона и уже после того как деньги попадают в регион здесь как раз изменения в постановлении и из теми изменениями в договор которые есть между регионами фондом уже указано что эти деньги могут принципе на прямую перечисляться на специальный счет вот данная процедура еще скажем так четко не отработана но она позволит сделать главное это исключить промежуточные бюджета до при поступлении денег на специальные счеты соответственно значительной степени сократить время получения этого возмещения если говорить о практике с 19 года до когда подавались заявки то самое первое это же которое получило возмещение это карло марс 17 по моему они получили только в июле двадцатого года ну вот приблизительно так если у кого-то с удовольствием на них последствия отвечу у меня все спасибо за внимание спасибо большое за такой развернутый ответ я думаю вопросов у нас равно возникнет сразу инфу достаточно непросто это все таки но это все возможно и мы для этого вам готовы оказать всяческую поддержку коллеги я написал номер номера телефонов контактные но на всякий случай их озвучу александр петрович костюнин прямой мобильный номер телефона восемь девятьсот двадцать семь шесть один шесть восемь два шесть три прямой мобильный телефона мой косилов игорь анатольевич семизначный восемьсот сорок шесть код 9 9 18 003 по этому поводу по вопросам все которые возникнут обращайтесь дадим по этому поводу разъяснения пояснения и необходимую какую-то помощь окажем там подготовке заявок ну а заключение я бы хотел сказать что у нас законодатель определил обязанностью для жителей проведения капитального ремонта также законодатель нам дал альтернативу все-таки мы собираем денежные средства в общем котле либо мы открываем у себя специальный счет на нашем многоквартирном доме к этому вопросу нужно подойти действительно очень внимательно посчитать экономику посмотреть какой сбор у вас вообще ежемесячный многие сейчас многоквартирные дома для того чтобы участвовать в программе знаю по территории самары на запустили процедуру перехода на специальный счет а эта процедура занимает год но все-таки с учетом того временного рамка который есть сейчас можно успеть еще поучаствовать программе но как я сделал оговорку возможно что эта программа будет бессрочной взгляд фонда содействия реформирования жкх на этот вопрос мероприятие капитального ремонта должны быть энергоэффективными это не должно быть просто заделывание скажем так недостатков которые образовались в результате проведения работ по капитальному ремонту чтобы дом становился более привлекательным более экономически выгодным скажем так для нас собственников мы очень активно всегда внимательно уделяем внимание своей квартире проводим там дорогостоящие ремонты но порой не смотрим на общее домовое имущество которое в доме но в итоге хорошая квартира но в не в качественном обслуживающем доме без энергоэффективных мероприятий стоит рыночная цена ниже чем там где есть все таки более комфортно и более привлекательно проживать есть определенные мероприятия были проведены до поэтому принимать решение нам с вами только только нам с вами принимать в рамках результат в рамках своего многоквартирного дома а уверен что органы местного самоуправления и мы готовы помочь в реализации данной программы для того чтобы денежные средства были большим объеме привлечены в самарскую область ну вот на этом моменте хотел бы остановиться данная запись будет размещена на страничке в ютюбе я думаю завтрашнего дня на страничке ютюбе коллекционного центра при министерстве энергетики и жкх посмотрите и распространите ее среди своих коллег по всем вопросам обращайтесь принципе спасибо за внимание всем хорошего дня будьте здоровы до свидания